Мусора нет, но и благоустройства тоже. В Иркутске жители одного из микрорайонов не могут дождаться строительства парка. И это при том, что он был включен в проект при строительстве жилого комплекса. Это не выполнил... кто не выполнил обещания и стоит ли людям ждать изменений ситуации, узнавал Даниил Седов. Огромные сугробы, заборы и полное отсутствие благоустройства. Такая картина больше подходит для заброшенной промплощадки. Но на деле это центр одного из жилых комплексов в Иркутске, однако всего этого здесь быть не должно. Согласно проектной документации, на этом месте должен находиться тематический парк с озеленением, зонами отдыха и развлечений. Как раз этот объект 6 лет назад и привлек внимание Кристины Ташкеновой при выборе квартиры. Нам обещали, выдавали книжечки вот такие, что тут будет парковая зона, тематический парк. В 2017 году мы получаем ключи, а летом 2020 года на публичной кадастровой карте мы смотрим эту территорию и мы видим, что данный парк, категория земель, отдана по строительству многоквартирных домов. Проектом застройщика также здесь предусмотрен детский садик. Он должен находиться примерно у меня за спиной. Сам парк должен был находиться где-то здесь, но на деле данный пустырь превратился просто в полигон для свалки снега. Это привело к тому, что местные жители написали обращение президенту страны. Под просьбой к первому лицу государства построить обещанный парк подписались 750 жильцов микрорайона. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. На проблему обратила внимание и мэрия Иркутска. Земля, о которой сегодня идет речь, она принадлежит муниципалитету. Есть ряд вопросов у меня и сегодня, есть ряд вопросов у муниципалитета, у администрации, как эта земля сегодня поменяла свое назначение. Наша позиция сегодня точная, никакой застройки здесь не будет и не должно быть. Здесь должен быть реализован только парк. Но проблема не только в том, что изменилось назначение земель. Оказывается, на месте этого пустыря когда-то находилась стоянка древнего человека. И прежде чем приступать к работам, необходимо провести геодезические изыскания, получить все данные о местном рельефе. Это даст понять, где можно менять ландшафт, а где нет. Стоит такое исследование около полутора миллионов рублей. Кстати, сам парк обойдется городскому бюджету по самым скромным подсчетам в 100 миллионов. Очевидно, что без федеральной помощи не обойтись. Нужно заходить в программу по формированию комфортной городской среды. Как это делается во многих городах, районах Иркутска в том числе и так далее. Просто проблема может остаться для жителей, чтобы было понятно. Зайти сюда можно будет, то есть попытаться выиграть и получить деньги только в 2023 году. То есть следующие два года уйдут на проектировку парка и составление сметы. Но реализация федеральной программы заканчивается как раз в 2023 году. И можно просто не успеть попасть в нее, а если ее не продлят, помощи ждать будет просто неоткуда. А значит парк времени, как его когда-то назвал застройщик, так и останется мечтой для местных жителей. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням.